Всем привет, рукодельники! Настала пора для нового конкурса, посвященного вашим поделкам, где каждый из вас сможет принять участие. Сейчас я расскажу обо всех правилах и сроках проведения, так что обязательно смотрите данный ролик до конца, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Прежде всего, вам необходимо перейти по ссылке в описании к видео в мою группу ВКонтакте Infinity Weapons Project и увидеть закрепленный пост, посвященный конкурсу. Там тоже будут подробно расписаны все правила. К посту прикреплено голосование за категорию макетов оружия, по которой вы будете делать свои проекты. Нужно отдать голос за одну из этих категорий. Поскольку автоматы уже были, остаются пистолеты и револьверы, пистолеты-пулеметы, макеты малогабаритного холодного оружия, то есть всякие ножи, снайперские винтовки, ружья, помповые, двуствольные, полуавтоматические, пулеметы, винтовки и карабины, макеты крупногабаритного холодного оружия, всякие топоры, мечи, молоты, а также гранатометы, кроме подствольных. Допустим, большинство проголосовало за макеты пистолетов и револьверов. Значит, все, кто хочет участвовать в конкурсе, должны будут крафтить пистолеты с револьверами. Голосование продлится до следующей субботы, после чего я сделаю новый пост, где напишу точные сроки для приема работ. У большинства сейчас учеба, поэтому сразу определить запас времени не выйдет. Вдруг вы захотите все делать пулеметы? Мало кому хватит для рукоделия и съемки ролика по своей работе заранее определенных 30 дней, к примеру. С другой стороны, давать сразу 2 месяца на какие-нибудь ножи тоже странно, согласитесь. В общем, время, за которое вы должны успеть изготовить самоделку и смонтировать по ней ролик, я напишу в новом посте в группе ВКонтакте в следующую субботу. Теперь о самом конкурсе. Задача участников – изготовить своими руками макет пушки по той категории, которую выбрало большинство, а весь процесс снять на камеру и потом смонтировать ролик. Готовый ролик надо будет залить на Яндекс или Гугл Диск и ссылку на диск с файлом прислать в сообщение группы ВКонтакте Infinity Weapons Project. Не мне в личку, не под этим видео в комментариях, только в сообщение группы. И чтобы я мог посмотреть ваш ролик, скачать его, сразу открывайте доступ к файлу. Через ссылку на диск самый удобный вариант. Качество не страдает, скачивание происходит без проблем. Завести виртуальный диск, если у вас его нет, не составит проблем, он привязан к вашей почте. Чуть позже я объясню, каким должен быть ваш ролик. А пока про сами поделки. Пушка должна быть сделана своими руками минимум на 90%. Вы можете использовать абсолютно любой материал для изготовления. Дерево, МДФ, фанеру, пластик, картон, бумагу, металл. Всё это вместе и так далее. Но работа обязана быть ручной. Это значит нельзя пользоваться 3D принтерами, лазерными, ЧПУ станками для резки деталей. И другими станками, делающими за вас массивный кусок работы. Можно, например, использовать токарный станок, поскольку там придётся самому вытачивать из заготовки нужные детали. Гриндер тоже можете задействовать, если у вас он есть, потому что читерских возможностей в состязании он не даёт. Шаблон для макета либо свой, либо мой, либо чей-либо ещё. Тут у вас полная свобода действий. То же самое касается метода крафта. По слоям из материала, из цельного куска, по разверткам, выкроекам, как хотите. Важное требование, без которого вы не сможете принять участие. Проект необходимо завершить полностью, вплоть до покраски. Недоделанные работы приниматься не будут. Даже если это поделка из гофрированного картона, всё равно надо покрасить. Теперь про требования к ролику по пушке. Процесс крафта необходимо заснять и смонтировать видео из снятых фрагментов с вашей озвучкой процесса. Можно либо на штатив, либо попросить друзей или родных поснимать вас во время работы. Минимальная длительность готового ролика 6 минут. Меньше в любом случае у вас вряд ли получится, поскольку требуется показать и рассказать про все основные этапы хендмейда. Про выпиливание, склеивание, обработку, детализацию и покраску. Как вы это всё делали. Чтобы я видел, что работа сделана своими руками. А дабы я убедился именно в вашем авторстве, скажите в видео, как вас зовут, сколько лет, из какого вы города. Если хотите, можете подробнее рассказать о себе. Желательно показать себя с готовой или почти готовой самоделкой во влоге между процессами или во вступлении и концовке. В данном плане мои видео вам в помощь. Делайте так же, не прогадайте. Это всё нужно для того, чтобы не было воровства чужих проектов. Не допускаются видео без озвучки и объяснения того, что вы делаете. Если больше половины времени вы молчите за кадром, то, увы, ваша работа не получит допуск на конкурс. Не обязательно делать именно закадровую озвучку. Есть возможность рассказывать о процессах вживую. Кроме того, участие не смогут принять те видеоролики, которые состоят из картинок. То есть весь видеоряд это фотки. И обычные обзоры готовых макетов тоже не принимаются. Ещё очень важный момент. Ваш выпуск нужно снять в горизонтальном формате и смонтировать в горизонтальном формате с соотношением сторон кадра 16 на 9. Чтобы не было никаких чёрных областей по бокам. Вот так вертикально снимать не надо. Только вот так. Вертикальные ролики не принимаются. Для монтажа советую использовать взломанный PowerDirector без водяного знака. Это программа для телефона. В гугле легко найти. Для компьютера я использую Sony Vegas 13 Pro. Простые, понятные программы. Само собой, в видео не допускается ненормативная лексика, 18+, контент, оскорбления кого-либо. Кстати, музыку в выпуск добавлять не надо. А если уж очень хочется, присылайте две версии ролика с музыкой и без. И последний момент. Нельзя скидывать уже опубликованные видео, которые вы выкладывали на свой канал или в группу до участия в этом конкурсе. Переходим к порядку проведения состязания. После того, как срок приёма работы стечёт, начнётся голосование за лучшую работу. Я буду выкладывать посты с роликами конкурсантов, а участники группы должны просмотреть их и проголосовать за лучшее. Критерии оценивания. Качество самой работы, качество съёмки и монтажа, а также насколько было подробным объяснение рукоделия. Если работ будет много, то победителей первичного голосования будет ждать финал, где они будут состязаться уже между собой, тоже путём голосования участников. Конкурсантам нельзя заниматься любой накруткой голосов, просить друзей проголосовать, репостить к себе и другие группы. За это нарушителей будет ждать дисквалификации из конкурса. На время проведения голосования группа закроется от людей, которые не состоят в сообществе, чтобы могли голосовать только участники Infinity Weapons Project. Если вы не участник сообщества, но очень хотите голосовать, то подавайте заявку на вступление или подписывайтесь прямо сейчас. Что же ждёт человека, чья работа окажется лучше остальных по итогам голосования? Победитель будет только один, и его видео я опубликую на своём YouTube-канале Infinity Weapons Craft, со ссылкой на его профиль и канал, или группу, если таковые имеются. Также победитель получит от меня солидный крафтерский набор, куда входят различные расходники для рукоделия. Поучаствовать определённо стоит. Постарался подробно объяснить каждый аспект, но если у вас остались ещё какие-нибудь вопросы, вам непонятно, какая модель к какой категории оружия относится, пишите это всё в комментариях под сегодняшним выпуском. Постараюсь ответить. Итак, дорогие крафтеры, участвуйте в голосовании, чтобы выбрать подходящую категорию макетов оружия, приступайте к рукоделию, снимайте весь процесс, и потом смонтированное видео присылайте в сообщениях группы ВКонтакте Infinity Weapons Project. Желаю всем удачи, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok